Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в беседе 10 на послание к евреям говорит, что нужно подавать помощь находящимся в несчастье. Будем служить всем находящимся в несчастье и подадим им руку помощи. Не о тех только мы должны заботиться, которые живут в горах. Они, конечно, святые и по жизни, и по вере. Но и мирские святые, святые по вере. А многие из них и по жизни. Не будем поступать так, что когда увидим монаха в темнице, тогда пойдем к нему. А когда мирянина, то не пойдем. И последний тоже святый, тоже есть брат наш. Ну что скажешь, если он грешен? Послушай, что говорит Христос. Не судите, да не судимы будете. Матфея 7 глава 1 стих. Ты делай для Бога. Ну что я говорю. Хотя бы язычника мы увидели в несчастье, и ему надо бы отказать помощь. И вообще всякому человеку, находящемуся в несчастье и в несчастных обстоятельствах. Тем более верующему. Послушай, что заповедует Павел, будучи. Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6 глава 10 стих. Я не понимаю, откуда у нас противное мнение. И каким образом усилился у нас противный обычай. Кто отыскивает только монашествующих, хочет оказывать добро только им одним, и между ними еще делает различие. И говорит, если он недостоин, если он неправеден, если он не творит знамений, я не подам ему руку помощи. Тот отнимает самую главную часть у милостыни, и все остальное со временем так же уничтожит. Напротив того, истинное милостынное, тогда и бывает, когда она оказывается грешником или виновным. Милосердие в том и состоит, что милует не тех, которые неисправны, а тех, которые согрешили. Не тех, которые исправны, а тех, которые согрешили. А чтобы ты убедился в этом, послушай, что говорит Христос в притче. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один левит шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так поступил и некоторые священники, прошел мимо. Но после них шел один самарянин и оказал великое сострадание к несчастному. Он обвязал раны его, возлил на него масло, посадил его на осла, привез в гостиницу и сказал ее содержателю, «Попекись о нем и заметь великую любовь. Если что более издержишь, я отдам тебе». Затем Христос спросил, «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником?» И когда законник отвечал, «Оказавший ему милость», тогда он сказал, «Иди и ты поступай так же». Лука 10 глава 10 по 37 стих. «Заметь эту сказанную Господом притчу. Не сказал он, что иудей самарянину, но самарянин оказал такое милосердие. Отсюда мы научаемся, что должно заботиться о всех равно. Не пристным только поверить, делать добро, а о других не думать. Так и ты, когда увидишь, что кто-нибудь страждует. Не исследуй о нем ничего. Он имеет право на помощь уже потому, что страдает». Если ты помогаешь ослу, когда видишь, что он упал, и не спрашиваешь, чей он, то тем более не должен спрашивать о человеке, чей он. Он Божий. Хотя бы он был язычник, хотя бы иудей. Он неверный, но он нуждается в помощи. Если бы тебе дозволено было исследовать и судить, то ты мог бы говорить это. Но теперь самое несчастье ближнего не дозволяет тебе делать исследования. Если не должен судить здоровых и исследовать чьи бы то ни было чужие дела, то тем более страждающих. Иначе что будет? Разве ты видел его счастливым, благодетствующим, что говоришь, будто он зол и порочен? Он страдает. Если же ты видишь его страдающим, то не говори, что он порочен. Когда мы видим человека благодетствующего, тогда, может быть, можем сказать, что о нем что-то. Но если видим человека страдающего и нуждающегося в помощи, то не следует говорить, что он порочен, ибо это знак жестокости, бесчеловечия и высокомерия. Кто, скажи мне, был беззакония девев? Бог наказывал их и наказывал справедливо и весьма справедливо, однако же к тем, которые сострадали им, он благоволил. А тех, которые радовались, их несчастью наказывал. И не болезнуйте, говорит пророк о бедствии Иосифа, Амосов 6 глава 6 стих. И в другом месте говорит, спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притча 24 глава 11 стих. Не сказано, разведай, кто они, хотя по большей части отводимые на смерть бывают порочны, но сказано просто, спасай. Кто бы они ни были, в этом особенно и состоит милосердие. Ибо кто благоденствует другу, тот без сомнения делает это не для Бога, а кто благоденствует человеку незнакомому, тот делает чисто для Бога. Премудрый говорит, не щади денег, и хотя бы все можно было издержать, отдай. А мы, видя изнуряемых, мучимых, претерпевающих страдания, жесточайшие тысячи смертей, и часто несправедливо жалеем денег, и не жалеем своих братьев, бережем бездушное и недумаемое душе. Между тем Павел повелевает скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. 2 Тимофей, 2 глава, 25-26 стихи. Не даст ли им Бог покаяния, говорит он, видишь ли, какого долготерпения исполнены слова его. Будем же и мы подражать ему, и не считать никого безнадежными, рыболовы, вергая сети в море, часто ничего не вытаскивают, но бросив последний раз, получают все. Так и мы, не отчаиваемся, но надеемся, что вы вдруг явите нам зрелые плоды. И земледелец, посеяв семена, терпит один день и другой, и долго ожидает, а потом вдруг видит везде прозявшие плоды. Это, надеемся, будет и с вами благодатью человека, любимого Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спасибо.